приветствую вас дорогие друзья и добро пожаловать на новый ролик по игрушке буллет эхо 19 ноября ребят позавчера разработчики сообществе вконтакте отвечали на вопросы подписчиков точнее на вопросы игроков вот типа говорят спрашивайте ребят что хотите мы постараемся ответить на ваши просто интересующие вот я решил типа почему бы не записать ролик почему бы не перестели не перенести это вот сюда потому что мало кто сидит вконтакте и тем более в группе вконтакте в их официальной вот и думаю расскажу своим подписчикам почему бы и нет вот и давайте я тут выписал некоторые вопросы ответы которые задавали игроки сразу скажу там почему-то разработчики отвечали на не очень большое количество вопросов то ли просто игнорировали и ну и либо как-то как-то знаете так отвечали не точно а вот ну короче говоря давайте начнем и вопрос задает андрей андрей кольцун или кольцун прости если ты меня смотришь я называл твою фамилию неправильно будут ли в ближайшее время изменение баланса и если да то какого бойца будете улучшать а какого ухудшать вот и сообщество отвечает скорее всего после нового года берта будет одной из первых ее достаточно сложно ребалансить так как герой специфический но мы знаем что сейчас за нее играют только отчаянные поэтому хотим что-то с ней сделать вот ну ребят вы сами знаете что берта такой персонаж который ну не может там затащить катку да то есть в соло ну я так считаю что такой персонаж который не пойдет там и не затащит какой-нибудь драгун там или бастион вот танки конечно страдают в нашей игре но берты берти вообще достается прям конкретно и мне кажется надо играть только в тиме в какой-то в своей там с вороном еще с кем-нибудь а так с рандомами идти на берти это вообще бесполезно в царь горы бесполезно играть на берти вот как вот то есть такой вот опрос задали и разработчики ответили дальше я тут выписал как часто появляется акция на выдающийся костюм и где есть возможность получить скин всего за 30 баксов я знаю ребят что это вопрос такой не самый не самый волнующий но как бы я говорю я увидел где вот разработчики ответили я вот выписал за скринил и теперь вам учитываю мне тоже частенько спрашивают типа когда вот акцию дают ждать за 30 баксов всего лишь костюмы придает но и разработчики отвечают это нерегулярная акция но как минимум раз в месяц поймать ее можно вот на самом деле я вот не понимаю да такие акции потому что у нас бывает на данный момент у нас в магазине допустим висит призрака новый скин за 800 рублей да то есть типа я такой думаю ну возьму я допустим да сейчас скин этот доначу в игру покупают скин за 800 рублей а через месяц он за 30 баксов до такой стоит типа ребята типа выбивайте кто хотите за 30 баксов скин то есть кто-то может с первого раза его выбить то есть я вот сейчас скин на ворона его добавляли пару дней назад я выбил с первого раза за 30 баксов то есть да кто-то покупает за 800 рублей донатит а кто-то там может выбить за 30 баксов то есть я как бы ну вот это вообще не понимаю разработчики что-то придумайте сделайте какую-то отдельные скины которые можно там купить прям точно купите и больше никак выбить там за баксы либо еще где-то получить ну просто я считаю что это неправильно вот дальше у нас евгений яковлев задает вопрос здравствуйте будьте добры добавьте возможности просматривать все статус своих героев скорость движения бронебойность скорость перезарядки дальность стрельбы разброс и так далее чтобы видеть как различные сборки предметов и сетов влияют эти параметры вот тоже мне несколько раз спрашивали типа не знаешь когда 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 ну то есть ребят я с разработчиком еще не общаюсь вот на стрим тоже частенько заходит спрашивают какие то вопросы такие сообщество отвечает здравствуйте в ближайшее время мы постараемся подготовить гайд который поможет игрокам разобраться в некоторых статах и особенностях героев что касается расширенного меню мы ведем работу в этом направлении но сроку говорить пока рано то есть ветер и разработчики прям точно так не отвечают они как-то это увиливают немножко вот ну типа гайд гайд сделают но статы они не сделают вот прямого такого ответа как бы и особо и нету дальше кирилл же же спрашивает будет ли возможность привязать соцсети к игре и таким образом восстановить аккаунт если нет google игры вот то тоже меня вот это всегда интересовало типа во всех играх во всех по крайней мере в которой я играю да там игры можно привязать к фейсбуку там чему-то еще вот а здесь не только google аккаунт можно привязать мне бы хотелось бы тоже можно было фейсбуку это сделать разработчики отвечают сложная тема и не говорите будем стараться в этом направлении очень бы хотелось иметь потом подобную функцию да ведь ребят как я говорил разработчики прямо не говорят типа мы сделаем мы об этом думаю вот так вот дальше планируется а анжелика куваева спрашивает планируется ли добавить для ботов возможность использовать умение возможно даже создать отдельный режим где будут боты но действительно прокачанными умениями и прочим так ну и сообщество отвечает мы согласны с тем что боты не идеальны наступит день и мы займемся ими то есть также наступит день и мы займемся ими я просто хотел услышать чтобы ну разработчики чтобы ответили таки да вот мы этим занимаемся в скором времени вы это увидеть но ребят у меня для вас есть кое-что в конце ролика вы увидите вам прям точно понравится сто процентов и вы прям офигеете так давайте дальше кирилл же же снова спрашивает будут ли оружие ближнего боя сообщество отвечает таких планов нет ну как бы типа зачем это оружие ближнего боя конечно этом это был выглядело наверное как-то прикольно но в плане вот управления механики мне кажется это как-то было бы неудобно скорее всего это все управлять дальше анжелика куваева снова спрашивает если планы добавить функцию приглашение человека в синдикатор внутри игры или посылки меня тоже вот это вот всегда я задавался этим вопросом типа ну допустим у тебя есть друг да но он не в твоем клане ты какой думаешь надо вот пригласить его в клан друг он захочет типа а такой возможности нету допустим ты его в комнату позвал а пригласить в клан не можешь ну или допустим можно как-то знаете сделать вы сыграли катку и после катки вот эти вот есть ну результат боя покажу сколько там киллов сделал сколько реанимировал то вот это все и можешь там добавить игрока в друзья можно в клан пригласить вот делать бы так вот было бы интересно разработчики также отвечают интересную идею спасибо рассмотрим такую возможность то есть рассмотрим как ну рассмотрим надо сказать типа дам в курсе надо мы типа этим занимаемся но ребят но это реально не дело почему синдикат просто вот он есть и все в него я вот тоже не могу пригласить никого не это очень сильно волнует надо прям конкретно взяться за синдикаты и делать так чтобы либо по ссылке до либо просто вот внутри игры пригласил и все человека в клан а то там говоришь вот в поиске напиши там такое он там написал вступил не в тот клан или найти не может так что давайте ребята занимайтесь этим влад чуйко пишет когда будет третья карта для саботажа честно да мне тоже просто волновал потому что надоели карты в саботаже новые карты будут точно отвечать разработчики а по поводу карты конкретно для саботажа нужно выяснить я приду с ответом как только узнаю вот то есть не знает видимо человек который отвечал это сообщество более тэха но говорит что типа будут карты вообще типа в принципе видимо в кб или в царь горы скорее всего в кб а вот дальше чем у меня по вопросикам добавить ли командный режим мимикри спрашивает коля чернышов ему пишут нет я полагаю и сообщество пишет правильно полагаете то есть ну я просто не представляю как это должно выглядеть типа не знаю ребят командный режим мимикри мне кажется это будет месиво каша какая-то непонятно там много всего нужно будет переделать доделать ребят лучше не надо лучше играйте как есть и все хотя помимо по мимикри тоже у меня очень много вопросов так снова коля задает вопрос продлят ли трофейную дорогу тоже да я бы очень хотел чтобы продлили трофейную дорогу сообщество отвечает скорее всего нет то есть типа ты up на 10 тысяч кубков последний там выпали тебе какие-то награды 500 до баксов по моему это сундуки батарейки и все то есть хотелось бы там трофейную дорогу до 100 тысяч кубков а почему бы нет то есть у меня бы лично была мотивация играть там дальше скины бы кинь там давали было бы круто почему нет да ребят ну скажите почему бы нет дальше будут ли какие-то новые способности или пассивки у персонажей снова спрашивает коля коля такие прям хорошие вопросы создавал с общества отвечает пока секрет потом не секрет я не знаю что это значит ну сами как бы напишите пока секрет потом не секрет вот ну скорее всего что-то будет какие-то способности или пассивки дополнительные может быть и как-то можно будет знаете типа выбивать тоже доставать из сундуков но было бы прикольное да типа ты такой открываешь сундук и тебе выпадает пассивка на персонажа прикольно хотя по балансу тоже может ударить вот чё еще лёха устинов пишет знаете ли вы о проблеме застревания в препятствиях если кратко то иногда задевая препятствие ты не можешь от него уйти тебя как будто притягивают к нему чаще всего это случается на карте подземелья в режиме стенка на стенку в косых проходах сбоку карты ну там я не знаю я стенку особо то не играю вообще практически не играю но я знаю что есть какие-то проблемы на допустим на бастионе или на левиафане да ты играешь и идешь в какое-то такое место где он там может пройти но почему-то он там застойте туда зашел а выйти ты не можешь он прилип там застрял и бывает что ты сливаешь и катку из-за этого тебя там начинают стрелять миражи всякие миражки и все и капец вот то есть сообщество отвечает дамы в курсе и баг завели он имеет не самый высокий приоритет но фикс будет то есть как-то мне вот честно говоря мне не нравится как разработчики отвечают на вопросы типа скажите и ну что вообще вы обещаете ввести в игру то есть какой-то просто баг который ну по фиксить там можно вы говорите что типа это не вас не самый высокий приоритет но как еще то ну что вы тогда ввести то в игру хотите влад чуйко снова пишет наше село ждет систему репортов сообщество более так отвечать ни в коем случае месье мы однажды пробовали добавить систему репортов сработало плохо а вот я не помню когда добавляли систему репортов честно ребят напишите как давно это было где-то что-то я где-то прошляпил что еще добавьте андрей зубатов не спрашивает а говорит добавьте в клан повышение до срук со руководителя они только лидеры и участники тоже ребят я как лидер клана да у нас есть план dark matter вы можете вступать я как бы об этом не говорил я просто его создал у нас там есть участники вы можете вступать никаких обязательств просто играем по фану вот если чё пишите в комментариях там я приглашу или дискорде вот короче так чисто такая маленькая мини реклама клана добавьте в клан повышение то есть смотрите ну как грубо говоря офицера клана типа смотрите я отсутствую да вот допустим я вот пойду завтра на работу да и везде не буду заходить в игру а там что-то будет твориться какой-нибудь беспорядок да там маты какие-нибудь оскорбления офицера так бы нету чтобы офицер взял и удалил из клана человека а вот то есть надо это обязательно над этим думать разработчики конечно пропустили мимо этот вопрос никак нет не отреагировали не ответили вот был прикольно конечно то есть офицеры были бы в клане да и чтобы можно было приглашать в клан на людей просто с игры да вы к самой игре там нажал на человека пригласил в клан и все было бы гораздо это удобнее и офицером и глава клана может приглашать и офицеры ну круто вот как бы ребят ну и самый наверное интересующий нас с вами вопрос вы не думаете что какой-то байт там видос что-то еще листаю я короче сообщество комментарии роман сибрин спрашивает ну как насчет новых карт а это он скидывает скрин типа ему разработчики ответили ну как насчет бойцов и новых карт сообщество бультех отвечает бойцы следующем году карты совсем скоро то есть ребята нас ждет хорошая такая видимо обнова где добавят новых бойцов честно говоря я вообще не ожидал потому что разработчики всегда отмалчивались ничего не говорили типа бойцов бойцы будут или не будут всегда молчали а тут они пишут бойцы в следующем году на и там еще кстати спрашивали по поводу новых рангов типа будут новые ранги добавлены типа кто-то спросил там когда новые два ранга ну разработчики так типа ну типа скользко когда знаете так сказали ну будут там скоро типа что так вот а вот и подумают они над этим так что новые ранги и скорее всего новые бойцы вот вам скрин пожалуйста смотрите то есть я вам не вру ничего как бы сообщество поле тэха лично вот ответила на роману что бойцы в следующем году ребят ждем следующий год не знаю конечно когда это будет в начале года в середине ли в конце но в любом случае ребята мы сами дождемся как бы нам не привыкать ждать в будет эхо до обновы скриньте я не знаю оставляйте себе этот скрин и будем ждать бойцов так вот ну вот такой вот такой вот и блин такой вот ролик получился друзья пишите вообще чего вы думаете какие вас вопросы интересуют давайте я не знаю тоже что-нибудь устроим на нашем канале кстати я хотел провести конкурс типа разыграть какой-нибудь боевой пропуск там на контракты которые знаете недельный но я не знаю как это реализовать я же не смогу лично там задонатить прям вот бойцу победителю на аккаунт у меня никаких полномочий в игре через разработчиков тоже видимо никак ну может кто-то что-то подскажет как можно хорошенечко там разыграть какой-нибудь пропуск как можно человеку вот задонатить в игру ну чтобы знаете без перевода на карту а то там человеку скажу вот и вот выиграл боевой пропуск а он там пойдет ну деньги на другое что потратить конечно без разницы но хотелось бы чтобы я вот разыграл боевой пропуск и ты вот купил боевой пропуск так что давайте что-то придумаем ребят по этому поводу и обязательно разыграем там штучки я не знаю 35 посмотрим или как надо с разработчиками связаться как называется боевой пропуск же или боевой пропуск контрактов что такое который вот на неделю можно купить вот так вот ребят такой вот ролик получился ставьте лайки подписывайтесь комментарии обязательно оставляйте переходите в дискорд сервер ну и в клан вступайте если есть желание спасибо всем за просмотр всем удачи и пока удачи